Всем привет, с вами Аломар и добро пожаловать в очередное видео по X-Plane. Сегодня мы поговорим об управлении мышкой. У меня уже было подобное видео, где я рассказывал, как управлять мышкой, какие плагины нужны, какой софт использовать и так далее. Но, к сожалению, у Microsoft были другие планы на V-Joy, поэтому спустя какое-то время после выхода Windows 1809 V-Joy перестал работать. Поддержка этой программы прекращена, поэтому ждать нечего, поэтому я опустился в поиски другого софта, который смог бы обеспечить беспрепятственное и удобное управление мышкой самолетов. Также я нашел новые фишки, убрал квадратик с центра экрана и нашел наконец-то, как спокойно выполнять большие повороты более 90 градусов в аэропортах на самолетах. Давайте приступим к установке плагина. Установка из себя не представляет ничего сложного. Для начала я рекомендую удалить плагин V-Joy и его драйвер, также почистить все папки от их остатков, дабы не было конфликтов. И далее у вас есть папочка ресурсы в корневой папке explain. Переходим туда, переходим в плагин. Здесь я создал такой же каталог, но тем не менее объясню. Первый это отдельный плагин beta mouse yoke. Этот плагин позволит управлять штурвалом самолета. Также есть пару скриптов во fly with law, как обычно. Первый плагин это кастомный автопилот, который поддержит штурвал для вас. И второй плагин flitter mouse, который по идее тоже добавляет управление мышкой, но которая не так удобна. Почему объясню чуть попозже. Но этот плагин добавляет управление рудами с помощью колесико мыши. Это очень удобная штучка. После того, как все плагины были закинуты, мы переходим в explain. И здесь заходим в настройки, заходим в джойстик. Если у вас нет джойстика, то у вас будет квадратик посередине экрана, на который вы можете случайно кликнуть в полете, у вас активируется штурвал и будет крутой в пике. Мне это надоело, поэтому мы заходим в pfc hardware. Здесь ставим галочку serial port yoke и выбираем com1. Для меня этот метод решил проблему с этим квадратиком в центре экрана. Теперь его просто нету. Далее переходим в кейборд. И здесь у нас есть beta mouse yoke. Toggle mouse yoke control. Q. У меня для этого на Q стояла Toggle. Я изменил ее на букву T. И поставил Q. Почему Q? Потому что очень близко к левой руке и в любой момент я могу выключить либо включить штурвал. Далее переходим в filter mouse. Здесь mouse rudder ставим E. И mouse throttle ставим V. Mouse yoke я не поставил ничего, потому что у меня уже есть штурвал, который beta mouse yoke. Все. После того, как эти значения установили, давайте перейдем в sim. Во-первых, можно снять его с паузы. И во-вторых, давайте перейдем с первой функции. Это руды. Нажимаю W и начинаю вращать колесико мыши. И мы получаем то, что руды теперь у нас двигаются от колесико мыши. Но есть одна особенность. Теперь колесиком мыши вы не сможете крутить крамальерки. Только руды. Даже когда вы отключите руды, вы также не сможете ничего крутить им. Поэтому иногда это очень неудобно накликивать какие-нибудь значения. Ну, в общем, я летаю так давно и я уже привык. Так что оставляю включенным руды. Далее попробуем управление носовой стойкой. Чуть-чуть разгонимся. Переносим мышку в центр экрана. Примерно в центр экрана. И нажимаю E. Далее тяну вправо. И у меня включилось управление мышкой. Теперь можно на маленькой маленькой области делать большие-большие развороты. На некоторых самолетах включается правый тормоз при сильном повороте. На некоторых, например, Boeing 737 нет. Поэтому маневренность в аэропорту у вас увеличилась в разы по сравнению с предыдущим методом. Но, смотрите внимательно, если я отключу управление носовой стойкой, затем перемещу мышку куда-нибудь в левую часть экрана и включу его, то в зависимости в каком положении была носовая стойка. В общем, она будет находиться именно в левой части экрана в этом нейтральном положении. Непорядок и неудобно. В правую вы можете повернуть, в левую вы не можете повернуть. Как я решил эту проблему? Выключаю на E. И далее у вас есть такая штучка под названием, опять же, управление. В управлении до этого, когда я устанавливал X-Plane, я обратил на это внимание то, что я поставил Radar Center S, Radar Left and Right A и D. A и D, в принципе, не сильно нужны, но вот S очень нужна. Для чего? Для того, чтобы... Сейчас я нажму S, перемещу в центр экрана мышку, нажму E, и теперь у меня управление опять носовой стойкой в центре экрана, и все хорошо. Нажимаю E, отключаю. Далее, нажимая Q, перехожу к управлению штурвалом. Как видите, управление штурвалом не задействует педали, поэтому, чтобы задействовать педали на разбеге, я нажимаю E. Теперь у нас есть совмещенное управление штурвалом и педалями. Больше вылет за пределы полосы при боковом ветре вам не грозит. И это все работает вместе в паре. Но давайте еще обратим внимание на один нюанс. После взлета, сразу после отрыва, вы нажимаете E и нажимаете S, иначе при управлении штурвалом у вас задействуется радар и начинается сильная раскачка либо скольжение. Влево-вправо. Давайте я покажу это. Даю взлетную тягу. Немного педаль. Вправо. Также теперь эффект винта нам не страшен. Отрыв. И смотрите, я поворачиваю влево и самолет ведет себя просто очень-очень-очень нестабильно. Я нажимаю E, нажимаю S. У меня доступно управление штурвалом, стабилизирую самолет, и все. Самолет летает так же, как и раньше, ведет себя вполне стабильно. Есть небольшой минус в том, что при поворотах у вас возможен сайт-слип, так как вы не используете при начале поворота радар, то есть хвост. Но это ничего страшного. Со временем вы привыкнете, либо найдете какую-нибудь другую альтернативу. Также хочу обратить внимание на посадку. При посадке с кроссвиндом ни в коем случае не активируйте управление хвостом в воздухе. Да, это бы было классно, были бы педали, но это не работает так. Управление активируйте только после касания полосы. Вы активируете управление и дезактивируете управление штурвалом. И благодаря этому у вас появляется стабильность на полосе. И теперь, опять же, при боковом ветре вам не страшны вылеты за пределы полосы. Сажусь, активирую управление, дезактивирую штурвал. И теперь я могу спокойно делать пробег на полосе, не боясь, что мне не хватит левого или правого штурвала и либо меня вообще перевернет, потому что я слишком сильно использую элероны. Ну, в принципе, об этом я рассказал. Я рассказал, какую альтернативу я нашел, как его использовать. Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию, либо есть другие предложения, то добро пожаловать в комментарии. На этом все. С вами был Аломар. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok